Посмотрите, какое письмо я получила, тревожное письмо. Мне нужна помощь. Я не справляюсь в написании изложения, никак, абсолютно. На уроках нам ставят аудио два раза и всё. Тексты читают быстро и всего лишь два раза. Я следую советам, типа сначала прослушай текст и раздели его на абсации. Но я слушаю, пытаюсь разделить текст на три часа, но никак. Второй раз включили, я попыталась написать ключевые слова, но к такому тексту я просто не успеваю строчить. Помогите, пожалуйста. Может, есть какие-нибудь ещё способы в написании изложения? Даже если тренируюсь, не получается, просто уже не знаю, что делать. По скрипту. Мне не нужны ваши комментарии про мою память. Я и так знаю, что меня плохи с ней дела. Я прошу помощи. Вот такой своеобразный крик о помощи я прочитала совсем недавно. Понятно, что этому ребёнку действительно нужна помощь. И не только в написании сжатого изложения, в орфографии, в пунктуацию и вообще в моральном плане тоже. Мы сегодня поговорим с вами о важной проблеме, о памяти, которая, ох, как нужна нам помощники, когда мы работаем над сжатым изложением. В наше время многие жалуются на память. И не только люди старшего поколения, но и молодёжь, подростки, дети, которым трудно иногда запомнить самые элементарные вещи. Я ещё раз напоминаю, что сжатое изложение – это одно из самых сложных заданий по русскому языку. В мой взгляд, действительно трудно детям подготовиться к нему. Начинать подготовку нужно задолго до экзамена, с пятого класса. И большинство педагогов, я уверена, делают именно так. И тем не менее к девятому классу мы снова получаем вот такие тревожные письма. И анкетирование показывает, что дети действительно затрудняются писать изложение, запоминать текст. Без специальной подготовки написать сжатое изложение ученику бывает трудно, а иногда просто невозможно. Какие практические советы я могу дать вам сегодня? Ну, во-первых, приготовьте три листа чистой бумаги. Думаю, что садясь к экрану, вы уже вооружены. Вам понадобятся листы бумаги и ручка, естественно. Сегодня, раз и навсегда, мы поставим точку. Мы определим с вами, какой у вас вид памяти, тип памяти. Что нужно сделать? Прочитайте вслух слова. Запишите то, что запомнили на первом листе. Теперь прочитайте слова про себя. Я читать их не буду. Вы читаете их самостоятельно. Прочитали. Запишите, что запомнили, используя лист 2. А теперь прочитайте слова и запишите их в воздухе, вводя ручкой. В воздухе. Записали. Запишите все, что смогли запомнить на третьем листе. Ну, а теперь выводы. Прочитайте выводы сами. Я подскажу. Больше всего повезло тем, у кого на первом листе больше совпадений. Это слуховая память, которая нам как раз нужна. На втором листе показатель зрительной памяти. На третьем листе киноэстетическая память. Что же делать, если слуховая память развита плохо? Попробуйте несколько других техник. Например, познакомьтесь с пиктограммой. Что такое пиктограмм? Я вам сейчас покажу. Это знаки. Вы прочитали уже определение. Пиктограмма – это когда мы значками с вами можем составить и план текста, и содержание текста передать, сохраняя его структуру и языковые особенности. Можно воспользоваться и другим приемом. Придумайте для себя сокращенные слова, сокращение слов, которые часто используются в речи. Например, человек – тремя буквами «чел», радость – тремя буквами «рад» и так далее. И это также поможет вам в написании изложения. Ну и, наконец, работайте над развитием слуховой памяти. Я хочу предложить вам 10 упражнений для развития слуховой памяти. Прослушайте отрывок знакомой музыкальной композиции, после чего мысленно воспроизведите его. В процессе регулярных тренировок слуховой памяти постепенно увеличивайте продолжительность звучания мелодии. В идеале необходимо развивать слуховую память до такого уровня, когда вы после прослушивания сможете полностью мысленно воспроизвести любую мелодию. Я думаю, что это очень доступный способ. Еще более доступный. Попросите кого-нибудь произнести для вас 4 однозначных числа. Например, 1, 3, 9, 4. После этого вы должны назвать их в обратном порядке. После того, как вы станете уверенно справляться с этой задачей, количество произносимых цифр следует постепенно увеличивать до 5, 6 и так далее. Это упражнение не только способствует развитию слуховой памяти, но еще и тренирует нашу внимательность. Обратимся к интернету. Очень хорошо подходит для тренировки кратковременной слуховой памяти тренажер «Звукварь» называется он. Вы можете найти его в интернете. Я вам дала ссылочку. Следующий совет. Попросите кого-нибудь, используя 5-7 хлопков в ладоши, нахлопать для вас ритм известной мелодии. Ваша задача в точности повторить предложенный ритм. После того, как вы уверенно начнете справляться с этой задачей, количество хлопков можно увеличивать. Не могу не сказать и о самом главном, наверное, для нас, учителей русского языка и литературы. Читайте книги, читайте книги, которые интересны для вас. При этом приучайте себя пересказывать вслух отдельной главы после их прочтения. Если лень, то можно послушать аудиокниги. Аудиокниги также будут способствовать тренировке слуховой памяти. После прослушивания в свободное время мысленно повторяйте то, что услышали. Анализируйте, насколько точно вам удалось воспроизвести услышанный текст. Читайте слух по скороговорке различной длины. В процессе регулярных тренировок не используйте одни и те же скороговорки. Меняйте их, чередуйте, добавляйте новые. И перед сном тоже можно потренироваться. Прислушайтесь и постарайтесь услышать как можно больше звуков, которые присутствуют в окружающем вас пространстве. Это может быть даже холодильник. Или муха, может быть, которая витает по комнате. Шаги на лестничной площадке и так далее. Последовательно сосредоточивайтесь на каждом из звуков и мысленно воспроизводите их в более низкой или более высокой тональностях. Полезной для развития слуховой памяти будет привычка пересказывать вслух важную информацию, которую необходимо запомнить. Ну и даже гуляя по улице, вы тоже можете тренировать свою память. Прислушивайтесь к присутствующим звукам, вычленяйте из них разговоры других людей и мысленно, как можно точнее, повторяйте услышанные фразы. Общеизвестно, что любую способность в определенной степени можно развить. Нужно только не лениться и чаще тренироваться. И напоследок хочу сказать, не забывайте, что тренироваться нужно регулярно. Работайте над собой каждый день. Хочу напомнить вам, что у нас есть хороший помощник, ФИПИ, Федеральный институт педагогических изменений. Заходим на его сайт, нажимаем раздел «Русский язык», находим пункт «Информационная обработка текста про различных стилей и жанров» и слушаем все тексты в записи. Они есть и уже выложены в доступной для нас сети. На этом все. Желаю вам удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...